есть здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео сейчас будем колоть витамином витамин взяли немножко другой тоже мультивитамин инъекционный олиговид значит смотрите до 10 килограмм 2 пол кубика короче 0 5 миллилитра пол кубика в голову колется раз в месяц колоть его можно в профилактических целях а в лечебных целях раз в неделю колется для крупных внутримышечно для взрослого для взрослых особи 5 кубов на 100 килограмм тела ну а нам всего лишь пол кубика будет уколоть поэтому вот смотрите наша банда ожидает прихода сейчас мы будем прокал шприц я смотрите какой чем у меня шприц я беру один но вот на предыдущем видео и на следующем будет я колол другой выводок скажем так в общем один выводок я колю одним шприцом а вот между выводками я не балуюся шприц меня чтобы чтобы ну как бы минимизировать может какие-то там болезни чтобы не передались в общем пол кубика на обуче сна поколоть все я думаю даже слышали уха можно кубик поколю ну там написано пол куба хватит пол так пола значит что я хочу сказать витамины в принципе я хлюха стою тут будешь мне подавать витамины ангелина ты можно зайти и будешь сразу смотреть мальчики девочки считать я тебе буду говорить хорошо закрываю там будет убегать значит сказать а ну надо колоть витаминами или нет вопрос такой может возникнуть у вас однозначно могу ответить что надо во первых чуть дальше чтобы было видно нормально во первых операция не сложная не очень дорогостоящий ну скажем так стоимость реальный прирост видно и лучше видят и самочувствие веселее становятся просто даже вот после у кого буквально на следующий день два-три дня и видно конкретно видно насколько им становится веселее поэтому если вы хотите получить нормальное такое потомство ну такой уже кив под 9 это чуть чуть больше не сам так вот если вы хотите получить нормальное потомство поросян чтобы они быстро росли в дальнейшем лучше лучше конечно не пожалеть времени своего копеек этих денег сделать нормально провитамины есть еще ускорители роста но это мне кажется больше как бы когда они на откорме уже когда они только под сосны период когда они еще под мамкой сидят я думаю мультивитаминов будет вполне достаточно а где у нас это посадку за которому никого ли не хвостик процедура для них никак она на них не воздействует и не больно чувствует за них все нормально девочка 21 поэтому смело колите если даже кто-то боится шприцов как раз и фобия пройдет проходит десятка три этих самых свинок и любую фобию вылечит при виде шприца уже будете чувствовать прилив денежных средств от того как они растут и как их продаешь вот это высый хороший такой высый сейчас сейчас ты мальчик тихо ты игла тоненькая длина ее как раз нормально рассчитана в общем она никак ничего не повредит на всю глубину можете втыкать можете не на всю ну как бы не существенно слышу просто 11 штук как бы долго ну как по мне чем дольше тем лучше и абсолютно у нас сейчас три свиноматки опоросились а и в общей сложности они привели сколько вот это тот что недополучил мамка видно доколы сало нормально это девочка в общем что я хотел рассказать в общем у нас три свиноматки 1 11 привела поросяток 1 10 1 6 ну принципе та шесть она из породы вот этих которых все так любят беконного направления там намешала не чистая конечно порода но не конкретно видно там лысые такие шкура тоненькая вот как покажу вот такой бекончик а у бекончиков маленький недостаток они малоплодные для них получить потомство больше там 6 8 штук это сложно девочка для них допустим 8 это рекордсмен а 6 нормально лучше брать чтобы у нас было они мясные вот у меня все но ну как скажем больше там дюрка в красно-черной расцветке понятно намешано ничего там пару просто породистого поросенка сложно тихо 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 сейчас сейчас будет классно подожди приход придет в общем на трех свиноматок у нас в данный момент оказалось 27 порося это соответствует средний показатель а ну ангелина 27 разделена 3 не опозорься дели давай таблица умножения кто учил прибавь прибавь к 27 еще один раз 3 сколько будет 27 прибавь 3 сколько будет ну 27 прибавь 3 плюс 3 лин да да ты слава богу короче у нас получается в среднем так это у нас девочка в среднем 9 поросяток на девочке как по мне так неплохо по нынешнему курсу если сейчас стоимость поросенка в районе 1200 гривен стартует то вполне все это можно продать на 1200 баксов вот как бы вот так вот это девочка опять поэтому допустим те затраты на витаминки на железо на все эти по добавке в корм они полностью себя оправдывает кто девочки они полностью себя оправдывают и приведут к нормальному результату и дадут возможность и вам заработать допустим денег и в то же время вы не подослете людям которые купят поросят они будут довольны у меня в принципе вот уже было такое что по три раза покупали люди поросяток и было ну вот как перед опоросом этой вот эти какая разница между ними да да ну конечно методи они и вырастут в принципе это пацан ну че страшно просто может попался ему стр shoes a крайне и плюс был не такой наглый И был не такой наглый, соответственно, сиську ему давали не всегда. Все, 4 мачка, 7 девочек. Да, сейчас, сейчас. В общем, есть смысл, допустим, заниматься свинками, но в моем понимании лучше, конечно, свиноматки. И да, есть свои какие-то там подводные камни, но не без этого. Они могут, допустим, там, и поросятка там может разомтаться маленькая, как только родилась. В общем, а это пацан, кстати, кабанчик. Это вырастет, он просто сыночка. В общем, вот такая у нас... Открывай, Рюка, сейчас запускай. А сейчас, тем более, трава, они у нас и травку едят, вы можете посмотреть на видео, хорошо. И вы знаете, процентов на 30 сократилось количество кормов, которые они пожирают. Ну, то есть, намного меньше надо в дверки им сыпать. С наступлением весны и лета, все это содержание стало намного дешевле. Мало, мало, они все думают, еще бы в штырице. Сейчас мы загоним вторую, их бабушку, так скажем, чтобы можно было им погулять, как я сделал. В общем, ладно. Ну, и вот, все, в принципе, что я хотел показать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.